Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Драгоценная Церковь в Божьем присутствии. Спасибо, команда левитов. Я верю, что все так Дух Святой созидает. Не просто все так. Не просто все так. Аминь. Хочу перейти сразу к Слову Божьему. И это как будет такая вступительная часть, мотивирующая каждого из вас и меня в первую очередь к тому, чтобы достойным образом относиться к Священному Писанию. Пожалуйста, откройте книгу Откровений, 10 глава. Книга Откровений, 10 глава. Всех приветствую, с кем встретился, с кем не встретился с утра. И кое-какие вещи я для себя получил и хочу поделиться ими с вами. Книга Откровений, 10 глава. И знаете, вот тут Бог посылает ангела, и ангел совершает определенные дела. И просто я увидел лично для себя, потому что сама книга Откровений, она непростая. Ее нужно читать с комментариями, разъяснениями и так далее. Но я увидел лично, потому что ты каждый раз, когда соприкасаешься со Словом Божьим, даже с той же книгой Откровений, ты просишь, Дух Святой, открой для меня, что ты в этой главе хочешь открыть мне и показать на доступном языке. И Бог использует книгу Откровений, чтобы тебе открыть определенную вещь. Она и называется книга Откровений. Если ты просишь, то тебе будет открыт. Аминь. И вот что мне Бог открыл, и я делюсь с вами как с церковью. Откровение 8 глава, и читаем по 11. И голос, который я слышал с неба, апостол Иоанн, он слышит с неба голос и видит определенное действие. И он говорит, и голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, пойди возьми раскрытую книгу из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горька в очреве твоем, но в устах твоих будет сладкой, как мед. И я взял книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же я съел ее, то горька стала в очреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих. Аминь. Очень тяжело пророчествовать, когда внутри тебя нету божьего слова. Поэтому Господь сегодня высвобождает свое слово. Но вот вопрос, тут написано, ангел стоит, и смотрите, как он стоит. Он стоит одной ногой на твердой почве, на земле, а другой стоит на море, на жидком основании. Здесь мы можем сказать, да, показано некое всемогущество, что Бог, Он всемогущий над всем. Ну, прообраз, да? Но здесь также, что можно увидеть, что от того, потому что у этого ангела была книга, какая книга? Это было слово Божье. И от того, примет ли человек в свою жизнь это слово или нет, ангел показывает, твоя жизнь, христианина, она будет основываться или на твердом основании, или на жидком. Если человек не принимает свою жизнь, слово Божье, его вера, как в жидком состоянии, она прогибается там, где прогибаться нельзя. Если человек вкушает это слово, то его вера, она стоит на слове, на твердом основании. Я это принял для себя и делюсь с вами. Почему? Потому что Бог ему говорит, видишь ангела, да, видишь, он одной ногой стоит на твердом основании, а видишь другой результат, он другой ногой стоит на жидком основании, на море. Значит, я тебе хочу сказать, чтобы в твоей жизни не было жидкого основания, пойди возьми у него книгу. Послушайте, это глаголы к действию. Здесь мы собрались, и Бог незримо пребывает здесь. Он каждому из нас приготовил свое слово. Его нужно взять. Это слово нужно вкусить. Может быть, оно произведет внутри тебя какое-то действие. Слово, может быть, как сладкий мед к тебе придет, а внутри потом появится какой-то осадок горечи. Но самое главное, чтобы это слово было внутри нас. И тогда, когда придет момент пророчества, у тебя есть на основании чего пророчествовать, на основании чего обращаться в жизнь людей. Вы слышите? Почему? Потому что это слово внутри тебя. Аминь, церковь. Поэтому вкушайте слово Божье. Это мотивация к тому, чтобы вы приняли Божье слово. И название проповедей, в которые я хочу перейти. Вы помните, мы пришли к пятому тезису люторовской реформации. Только Богу слава. Аминь. Мы прошли только Писание. Мы прошли только верой. Только по благодати. Только Христос. И сейчас мы пришли только Богу слава. Аминь. Это очень хорошо. Я сразу хочу, чтобы мы с вами перешли к определенным вещам. Еврейское слово, которое обозначает славу, и вообще само слово еврейское слава, с еврейского языка это кавод. Его основное значение тяжелый. В переносном смысле слово имеет оттенки богатства, честь, достоинство и сила. Это все надо вынести еще. Как бы эту тяжесть порой. Почему? Потому что порой в жизнь человека приходит слава в виде богатства, в виде власти, в виде еще каких-то вещей. И не каждый человек эту тяжесть может вынести. Ты видишь, как человека ломает. Хотя он за это молился. А почему? Ну, верю, что сегодня Бог будет нам служить. Также, соответственно, данное слово говорит о великолепии, присущей ценности Бога. И это слово относится к проявлению Его, то есть Божьего богатства и значимости. Греческое слово слава, докса, она обозначает мнение, репутацию. Это было вначале, потом добавились другие значения. Красота, великолепие, сияние и так далее. Но тоже, знаете, это как многими атрибутами отображается слава Божья. И всемогущество Божье, и в этом Его слава. И там все веденьки Божьи, и в этом Его слава. И мы будем сегодня об этом говорить. И первое, с чего я хочу начать, вы можете открыть местописание 1 Коринфянам, 10 глава, и 31 стих мы с вами прочитаем. Хорошо? Мы с вами прочитаем. Первое Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Будем говорить сегодня о славе Божьей. О славе Божьей. И здесь написано. Апостол Павел обращается к Коринфянам. Перед этим там идут определенные общения у него с ними. То есть, что если там брат твой мясо, там есть, ну, если ты мясо ешь, а брат твой притыкается, то лучше и не ешь этого мяса, да? И здесь мы видим, он как бы подытоживает так и говорит. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Во славу Божью. Ну, знаете, по сути здесь вот слово все делайте. Слово все. Это говорит о чем? Чтобы вся наша жизнь, которую мы живем здесь на земле, Бог желает, чтобы она была отображением его славы. Аминь. Мы даже знаем, в Священном Писании написано о том, что Бог говорит о мужчинах, но Он просто говорит о мужчине, как о человеке. А когда мы обращаемся в книгу «Бытье», мы знаем, что Адам, одно из переводов его имени, это человек. А человек это мужчина и женщина. Поэтому не только о мужчинах. Бог говорит, ты отображение славы Божьей моей должен быть. То есть, Он желает, чтобы человек отображал Божью славу. Его Божью славу на земле. Как? Прежде всего, в повседневной, в бытовой жизни. Ну, как это происходит иногда? И вот даже перед этим я сказал вам о том, что если, там, например, я ем мясо, а мой брат притыкается, ну, может быть, он в посту, и ты понимаешь у него мысли осуждения, тогда, ну, не ешь, пусть Христос прославится. Если ты собрался с девушкой куда-то ехать в определенное место, и ты знаешь, что ты даешь повод людям думать двузначные мысли о тебе, не ехай с ней, пусть Христос прославится. Почему ты думаешь о себе? Ведь ты же христианин. Ты же должен пример показывать. Я, как пастор, не имею права один на один с девушкой общаться с сестрой, с какой-то в кабинете. Я это делаю или открыта дверь, или, как минимум, я прошу секретаря и администратора, чтобы он был в административном или в холле сидел. Я не собираюсь ни в коем случае грешить, мысли греховные получать, но я понимаю, вдруг придет немощный человек и просто увидит, что я один на один за закрытыми дверями, чтобы тут технику не вынесли. И я иногда так делаю, потому что бывает дверь забывают закрывать сюда входную, и я переживаю, я там молюсь, читаю вдалеке в кабинете, тут неизвестно, что может произойти, поэтому я иногда закрываю входную дверь. И вы представьте, я закрыл дверь, позаботился о технике, приходит человек, а я консультирую сестру за закрытыми дверями. Зачем? Послушайте, я уверенный внутри себя человек, но чтобы никто не притыкался. Чтобы слава Божья была явлена в моей жизни. Вы понимаете? Я хочу бытовой жизнью прославить Христа. Ем ли я? Но мы сели, и кто-то стесняется. Ой, да там столько людей, что я буду вот эту религиозность делать, молиться за еду. Послушай, слава Божья может отойти от тебя, потому что Бог сказал, если ты меня стесняешься, то и я могу тебя постесняться. Друг, христианин. И здесь просто показано на бытовом уровне, просто на нашем простом бытовом уровне. Ешьте, или пьете вы, или еще что-либо вы делаете. Здесь написано, нет, вузначно. Все делайте во славу Божью. Все, все делайте буквально. Почему? Потому что написано, он достоин славы, церковь. Он достоин славы. Есть человеческая слава. И мы знаем, люди стремятся к ней. Есть Божья слава. Мы даже не можем в сравнении ее представить с человеческой. Это как взять, к примеру, просто розу. Она сама по себе является розой. Прекрасной, замечательной. Ей не надо ничего делать. Она является отображением. Прекрасного. Ну, вы понимаете, в чем дело? Вот так же и Бог. То, что Он есть, это уже слава. И она везде с Ним, это слава. Написано в Священном Писании. Небеса проповедуют славу Божью. Это Псалом. То есть, когда человек останавливается на немножко в своей суетной повседневной жизни и обращает свой взор к небесам, то эти небеса, которые сотворил Бог своей премудростью и величайшим откровением, человек может услышать для себя проповедь от этих небес. Какую? О том, что есть кто-то. И его имя Бог. Кто сотворил эти созвездия? Даже эту черную дыру. Я думаю, это тоже однозначное его участие. Ну, я шучу, что было. Вот звезды, созвездия. Я помню, меня мама всегда учила, когда я маленький. Посмотри, сынок, большая медведица. Еще какая-то. Я, знаете, как этот, какие медведи, где там медведи? Что маму смотрела? Она еще тогда истолкование давала. Ну, мудрый человек всегда видела этих медведей там и так далее. Хотя я смотрел, как вот, знаешь, дети в Библию смотрят. Ты им говоришь, ты чего не видишь, сынок, медведя? Он читает там вообще о медведе и слова нет. Иногда родители, они ведут нас к познанию Божьего откровения. Аминь же. Это очень важно. Друзья, это очень важно. Ну, так, чуть-чуть отступление. И когда мы смотрим на небеса, когда мы действительно смотрим на небеса, они проповедуют нам о величии нашего Бога Творца. И это слава Его Божья. Поэтому, когда мы возвращаемся к этому стиху, и так едите ли, пьете ли, или иное что-то делаете, все делайте во славу Божью. Аминь. И это очень важно, да, я уже сказал. Почему? Потому что мы здесь должны в практику это все применить. Как? Нам нужно призадуматься. Иногда мы думаем, что это только касается меня. Но я, например, точно живу не в лесу. Слава Богу, пока. Вот знаете, в какой-то глуши. Ну, в какой-то избушке и в какой-то просто глуши. Где ни людей вокруг, ни звери, творишь, что хочешь там, и так далее. Мы все живем в социуме. И кто-то влияет на нас, а на кого-то неизбежно мы влияем. Такого не может быть. Кто-то на кого-то всегда влияет. И поэтому мы, как христиане, Бог желает, чтобы мы были отображением Его славы на земле. И чтобы мы несли Христа через нашу повседневную жизнь. Но только чтобы она являла славу Богу. Сели кушать, помолились. Ну, бывает, когда забываем, да. Но есть вещи, когда ты об этих вещах молишься, ты не забудешь молиться. Просто, дорогой, любящий Бог Отец, во имя Иисуса Христа благодарю Тебя за эту пищу, которую Ты сегодня мне дал. Прошу Тебя, освети, очисти ее. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ты дал славу Богу. Едите ли. Он прям так и написал. Дальше пьете ли. Что мы пьем. То, что мы пьем, в этом есть отображение славы Божьей. Я вспоминаю ужасные фрагменты из своей жизни до Христа. То, что я пил, в этом было отображение бесславия. Оно отображалось в моих словах, отображалось в моем поведении. И я бесславил своими словами, своими поступками, своим поведением моего Господа Иисуса Христа, который сотворил меня по образу и по дубе. Но когда в мою жизнь пришел Христос, в лице Слова Божьего мне открылась Евангелие, любовь Бога Отца, данная мне через Иисуса Христа. Когда Бог дал благодать, и я пережил откровение о кресте, подтверждение Его величайшей любви, я начал размышлять и думать о том, отображаю ли я в повседневной жизни славу Божью, Его Сына Иисуса Христа на земле. Через то, что я ем, через то, что я пью, через то, как я общаюсь с людьми. И иногда есть вещи, которые кажутся, что они касаются только меня. Нет. Они, может быть, касаются меня, но они влияют на других людей. У людей возникают двойные вопросы внутри. Зачем эта сестра так поступает? Зачем этот брат так поступает? Зачем они людям дают повод об искушении и себя подводят под искушение? Разве не совестливо? Если человека даже не касается, он начинает блекнуть, и то есть, соответствующее, что делать? Бесславить Христа. И становится поводом для преткновения других людей. Это хромое христианство. Услышьте, это хромое христианство. А почему? Потому что какая-то пыльца может в его разум попасть. Уберите, пожалуйста, вот эту штуку. Сделайте, пожалуйста, вот этот ужасный ролик. Какая, да? Но я просто думал, нужно это привести нам в пример, чтобы мы доступно увидели определенные вещи. И в священном написано, в Писании, первый псалом, прям со старта, первый псалом. Первые стихи говорят. Блажен, то есть счастлив прежде всего в голове. Человек с правильными мыслями. Он счастливый, потому что не деньги, послушайте, ну просто послушайте. Золотая кровать с бриллиантовыми обрамлениями. Она не гарантирует чудесного сна. Человеку, который будет на ней спать. Еще раз. Золотая кровать с прекрасным бриллиантовым обрамом. Все самое шикарное. Но она не гарантирует человеку прекрасный, замечательный сон. Почему? Счастье, оно начинается здесь. Когда человек правильно мыслит. О себе, о своей жене, о своих детях, о наступившем дне. В его мыслях рождаются слова благодарностью, когда у него есть Слово Божье в сознании. О чем мы сегодня начали. Съесть это Слово нужно. Это делает человека истинно счастливым. И как эти вещи происходят? В первом псаломе написано. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Не сидит в собрании развратителей. Но в законе Божьем воля его. Почему ему там не надо ничего делать? Чтобы вот эти паразитирующие вещи не попали в его голову. А потом знаете, что с ними происходит? Как с этим муравьем. Он начинает стремиться к солнцу. А сам не понимает, что это как пути кара. Это солнце его расплавит. Это золото стремление без Бога даже к хорошим целям, власти, деньгам, чтобы прославилась моя жизнь. Послушай, Бог хочет твою жизнь прославить, но с Ним. И потом у человека вырастает этот гриб в голове. И человек уже никуда не движется. Почему? Потому что этот гриб стал больше, чем он сам. И человек духовно умирает. Ты говоришь сестре, послушай, осторожно. Есть добрачные курсы, все. Она общается с человеком, и он ей сеет. Слово адаптирует, как ему угодно, чтобы завладеть раньше времени этой сестрой. Возможно, ее имуществом. Может быть, ее деньгами. Может быть, использовать ее хочет. И он ей сыпет эти поры в голову. И ты смотришь, она уже ни наставника не слышит. Она ни пастора не слышит. Да что там пастор и наставник? Она и Бога уже перестает слышать. Почему? У нее растет этот гриб в голове. Бац, духовно умерла вообще. Я вижу, что происходит. Их забирают и из колонии выносят. Почему? Они паразитируют. Вокруг есть угроза, что реально они могут заразить вокруг себя людей. Своим бесславием. А Бог призвал нас, церковь, к тому, чтобы мы прославляли Его. И помните, едим ли мы, пьем ли мы, и все делайте в Божью славу. Ты к чему стремишься к этой позиции власти? Себя прославить? Ты стремишься к этому солнцу? Бог тебе это говорил делать? Бог желает, чтобы мы к этим вещам стремились. Но в Его славе. Как? Отображая Его. Через Его же Слово. Аминь. Понятно проповедуя? Спасибо, Юля. Ты добрый человек. Хорошо. Следующее. Это наша повседневная жизнь. Второй пункт. Наше служение Господу и духовная жизнь. Я чуть-чуть ее коснулся. Ну, давайте, пожалуйста, затронем. Это 1 Петра, 4 глава, 11 стих. Помните, тема проповеди называется «Только Богу слава». И мы говорим о природе славы Божьей, о ее отображении в нашей повседневной жизни. Сейчас мы коснемся отображения ее в служении и в духовной нашей жизни. 1 Петра, 4 глава, 11 стих. И здесь написано «Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает тебе Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». То есть, теперь, извините, мы коснемся чего? Коснемся духовной составляющей Божьего народа. Потому что, например, у людей, не знающих Христа, у них духовной составляющей не надо касаться. Почему? Потому что у них дух еще спит. Ну, я так назову, да? Он еще от семени Евангелия, от семени Слова Божьего не пробудился, да? Когда мы принимаем Христа, мы видели сегодня прекрасная сестра наша. Она открыла сердце и позволила Христу своим словом прийти в ее жизнь. Я верю, ее дух пробудился для Господа. Но я хочу сейчас говорить также к нам, к церкви. И здесь написано, если кто-то проповедует и говорит, проповедует, как слова Божьи. То есть, я недавно с братьями даже общался и говорю, есть такое понимание авторское право. Оно есть и просто даже в миру. Это когда без разрешения я, вот здесь на алкаре, я делюсь, когда, например, я вычитал у какого-то человека определенную мысль. И я говорю, я слышал у одного проповедника, почему? Я хочу, чтобы слава ушла к нему, а не ко мне. Это же не я откровение родил. Вы понимаете, если я готовлюсь к слову Божьему о пожертвовании, о покаянии, еще о каких-то вещах. И какая-то мне понравилась история. Или там брат на прошлой неделе делился. И я начинаю, ну вот это в дух ко мне зашло. И я начинаю это тоже говорить. Я говорю, тот брат так сказал. И я просто, мне так это зашло в сердце, понравилось. Я сейчас хочу это повторить. Вы понимаете? Уважение. Почему? Потому что иногда ты начинаешь с христианином общаться, а он ничего не может дать тебе, как откровение, которое он сам лично рождает. Он только все время делится в той церкви, тот проповедник, та служительница и так далее. Я говорю, слушай, а ты сам, ты сам родил это слово, ты его выносил, ты говоришь, как слова Божьи, то есть пережитые внутри тебя. И мы с братьями общаемся. Даже воскресная проповедь, которая проповедуется на алтаре, что делает лидер домашней ячейки. Он берет эту проповедь. Если он ничего, но не нашел времени, разные ситуации бывают, и сам эту проповедь не пропустил через себя, не пережил ее, и Дух Святой не адаптировал ему слово воскресное на его церковь домашнюю, что именно этой церкви нужно? Какой-то церкви нужно послужить в пожертвовании, какой-то в вере, потому что там люди в вере ослабели, какой-то церкви нужно послужить, они перестали прославлять Бога, сразу садятся за чай. И Бог открывает лидеру домашней группы, когда он молится, даже по воскресному слову, что именно для его церкви нужно. И тогда это откровение не пастора, а это откровение этого лидера. Почему? Он это пережил через себя для своей собственной домашней группы. Отец может для семьи это пережить и так далее. Если он просто сухо передает слово, так и говорит, что это не твое слово. У тебя нет на это авторских прав. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Даже я сегодня на поклонении получил церковь родная, возлюбленная Иисусом Христом определенную мысль. Дайте мне вот эту штуку, урну. И мой брат, друг замечательный, Наиль, вот, всегда удивительный человек, вот, он молился за нужды, за нужды. Я стою и думаю, вот, даже порой, ведь неужели мы столько молимся за эти нужды, и ни у кого нет свидетельств в восполнении. Я лично, как пастор, могу сказать, я то там слышу у человека. Вот я в личном общении общаюсь с человеком, и он мне начинает иногда, то ли как защитная реакция, то ли как незащитная реакция, перечислять, сколько Бог сделал в его жизни. Что ему Бог сказал? Что ему Бог открыл? Как Бог восполнил его нужду? А на алтаре, чтобы прославить Христа? Нет. А Бог желает, чтобы свидетельства Божьей славы, они звучали на алтаре, и я слышу, пастор, исцеление, вот, сейчас уже справку беру, друг говорит, пастор, у меня с бизнесом вопроса решается, третий мне едет, делится, говорит, помолились с женой, и вот такая ситуация. И я еду, думаю, да, все как-то по-тихому, как-то вот все по-такому, по-тихому. Так мы должны петь ему, не тихо. Я вспоминаю, как мы попадали на свадьбы до того, как мы уверовали Христа, там вообще никто тихо не пел. Там все стремились, кто кого перепоет. Так бесславили Бога и прославляли в кавычках совершенно другую личность. Так и так же во Христе Иисусе я слышу одно свидетельство, другое свидетельство. И я говорю человеку, выйди по свидетельству на алтарь, потому что в Библии написано книга Откровений, одиннадцатая глава, не помню, если двенадцатый кажется стих, и там написано, они победили кого? Сатану! Кровью Иисуса Христа и силой свидетельства своего. Ты отсюда свидетельствуешь? Ты написала? Или ты написал? Бог восполнил? За месяц, два, три, за полгода эту нужду. Выйди по свидетельству о славе Божьей. И кто-то сидит и слышит это и говорит, слушай, а я думала, писать или не писать нужду, а я думала, говорит мне, у меня-то Бог еще и больше восполнил нужду. И начинаются в церкви свидетельства, которые прославляют нашего всемогущего Бога. Враг не хочет, чтобы церковь свидетельствовала. У нас назревает в семье свидетельства. Моему папе заменили сустав. У нас было четыре подхода. И мы все равно шли, потому что верен, обещавший. Сейчас он восстанавливается. И я верю, мы придем. Почему? Потому что у этого человека, у моего отца, было 70 поражений ковида легких. Это официально. У него был инсульт. У него рассыпался тазобедренный сустав. И у него цирроз печени был. И я хочу, чтобы он вышел на алтарь. Это чудо Божье. Я его больше никак не могу назвать. И засвидетельствовал о славе Иисуса Христа. Пусть церковь вдохновляется Божьими победами и славой Божьей. Не уничижайте славу Божью в своей жизни. Не уничижайте, я вас прошу, не уничижайте славу Божью в своей жизни. Почему? Потому что он говорит, прославляющих меня, Бога, то есть, он говорит, и я прославлюсь. Как? Он еще больше будет чудес в твоей жизни являть. Почему? Ты не прибираешь эти чудеса к себе как-то по-домашнему, как-то только внутри. Ты их отдаешь на всеобщее обозрение. И Бог говорит, это дочь моя, и это мой сын, которые прославляют меня. Аминь, церковь. Это очень важно. И да, и когда мы поем, мы славим Его, мы восхваляем, мы рукоплещем, мы это выражаем славу. Как мы можем выразить Богу? Достоин ты всей славы, всей чести. Что значит достоин? Да он и так достоин. Это я благодарю за то, что я стою, и ты меня увидел через Иисуса достойным, что я могу сегодня всемогущего Бога почтить. Как? Прославить в рукоплескании, петь ему эти замечательные песни, признание в любви. Ну, вы понимаете? Это он нас удостоил этой величайшей чести. Я просто посмотрел на Веронику, и я вот всегда, мы как-то с ней синхронизируемся, и вот даже сегодня и начинаем, знаете, как в унисон с ней прорываться петь. Ну, реально, я прям слышу, как прям Дух Святой так сильно наполняет, левиты так сильно прославляют Господа. Мы же не должны... Ой, Господи, я не достойный. Да поднимешь ты руки, ну, прославь же ты Его. Ну, порадуйся. Ну, вспомни, как до Христа ты танцевал. Ну, что-то сделай для Него. Руками помаши. Прославь Иисуса. Как можешь. Аминь. Хочешь даже попрыгать. Хорошо. И мы на колене, когда преклоняем колени, прославляем Бога, когда мы жертвуем свои финансы, это что? Это акт нашего поклонения и прославления Бога. Любыми способами мы сегодня имеем возможность прославить нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И у нас сегодня святое причастие. Еще что я хочу делиться с вами. Здесь, да? Здесь. И я хочу затронуть такой момент по поводу Моисея. По поводу Моисея. Выведите, пожалуйста, на экран Моисей, не Моисей, а Исход 33-я глава. И с 18-го стиха я хочу зачитать. Сейчас, чтобы вы могли записать себе. первое, это было наша повседневная жизнь, бытовая, и через нее мы прославляем Христа. Второе, наше служение Господу и духовная жизнь, через нее мы прославляем Христа. И здесь, третье сейчас у нас, я хочу говорить о Моисее, о том человеке, который по-особенному пребывал в славе Божьей. И у нас Исход 33-я глава, с 18-го стиха я хочу зачитать. Моисей сказал, покажи мне славу Божью. И сказал Господь Моисею, я проведу пред тобой всю славу мою и провозглашу имя и Иеговы. Кто знает, что в переводе имя Иегова знает? Это Ветхий Завет. Это не то, что здесь Иеговисты собрали. Здесь нет Иеговистов. Но они просто оттуда взяли вот эти вещи и начали. Иегова одно из переводов имени. Это Господь. Это Господь. И тут можно сказать, Моисей сказал, покажи мне славу Твою. Он обращался к Богу. И сказал, Господь Моисею, я проведу пред Тобою всю славу мою и провозглашу имя Господь пред Тобою. И смотрите, как он открывается в имени Господь Ему. И кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. Наш Господь Иисус Христос, Он и есть отображение всей полноты Божьей славы. И Он кого миловать, того милует. Кого жалеть, того жалеет. В этом слава Божья, которую Христос принес на землю. Вы понимаете, о чем я говорю? Дальше, пожалуйста, чтобы мы более поняли. Исход прямо через главу. Исход 34 глава, 5 стих. Моисей взошел на гору, чтобы получить от Бога скрижали. Это уже происходило во второй раз, потому что предыдущий он разбил. И он поднимается по повелению Божьему на гору. Облако. Часто Господь является, является свою славу в облаке. Я несколько раз цитировал местописание, когда при освящении храма, который был построен Соломоном, тоже, знаете, облако, облако, в котором Божья слава сошла. И на стене, которую делал Моисей, тоже сошло облако. И написано, священники по причине славы Божьей стоять не могли даже там. Все попадали на колени. И точно так же, когда Моисей поднимался на гору, он поднялся на гору, и там сошел Господь в облаке. И в этом облаке слава Божья. Израильский народ, когда шел по пустыне, он видел славу Божью, как в огненном столбе, а ночью он видел славу Божью, когда столб, ну, такой, из дыма вот этот стоял, ну, как облако такое стояло. Это была слава Божья. И мы видим, здесь написано, и сошел Господь в облаке, и остановился там, вот это в облаке слава Божья, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иегова, то есть Господь. И прошел Господь перед лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу. Моисей находился в славе Божьей. Слава Божья покрыла его. Но мы видим здесь, я для себя так и записал. Я для себя так и записал. То есть, что Бог, Он открылся, вот знаете, Он открылся в своей славе и показал вот эту природу славы своей, что Он Бог человеколюбивый, многомилостивый, Он прощает вину, преступления, грех прощается, то есть, Он открылся в своей славе и показал, что Он любящий Господь. Но далее мы увидели, что Он показывает другую сторону, какую? Он справедливый, Он суверенный и Он святой. Почему? Он говорит, но не оставляю без наказания и наказываю за вину отцов в детях, в детях детей, даже до третьего и четвертого раза. И когда пришел на землю две тысячи с лишним лет назад сам Господь Иисус Христос, полнота Божьей славы, она была в Нем. Что произошло? Через Иисуса Христа нашего Господа и Спасителя останавливается всякая жатва проклятия. Вот сегодня сестра, она приняла Иисуса в свое сердце. И все, что было, потому что написано возмездие за грех смерти. Сегодня мы слышали в самом начале, когда говорили о том, что в Матфея написано все лишены славы Божьей. Человек, пока не принял Христа в свою жизнь, он переживает лишение этой славы Божьей. Он еще поступками без слави, но милость Божья, она на нем. Почему? Потому что человек грешит и не умирает. И когда в жизнь человека звучит проповедь Евангелия и Слово Божье побуждает человека открыть свое сердце и принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя, как только человек принимает свою жизнь Иисуса Христа, принимает то, что сделал Иисус лично ради на Него на кресте, в Его жизни сиять начинает слава Божья. И все грехи, все, что там сказано было по справедливости, потому что Бог справедливый и святой, у Него нету ничего общего с грехом, и все, что за грех должно было прийти как наказание в жизнь человека, сразу останавливается крестом нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Все грехи прощаются. это слава Божья Церковь. То, что совершил Иисус, это Божья слава. И мы начинаем отображать Его славу. Аминь. И перед тем, как мы будем принимать с вами причастие, я хотел, чтобы мы с вами также зачитали еще один раздел. И здесь, когда мы говорим о Моисее, Господь открывает важный свой атрибут и природу своей славы Божьей в том, что человеколюбивый Бог, прощающий, но также святой и справедливый. Аминь. Влияние славы Божьей на Моисея принесло сияние. Это исход 34-29, когда сходил Моисей с горы Синая и две скрижали откровения были в руке у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что его, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Вы представьте, вот Моисей прибыл в общении с Богом, получил от Бога Слово, и представьте, что произошло. Моисей, когда спускался с горы, его лицо, оно сияло. Что-то нам напоминает это из Нового Завета, когда наш Господь Иисус Христос взял, чтобы показать свою славу учеников Петра, Иоанна, Иакова и поднялся на гору преображения. И когда он там начал, ну вот представьте, он поднялся, начали они молиться, и что произошло? Иисус преобразился, и открылось сияние Божьей славы, истинно его божественная слава на нем, и ученики это увидели. Когда человек пребывает в общении с Богом, когда человек сближается с Богом через его Слово, я говорю о практической сейчас составляющей, что происходит? Даже на физическом уровне ты видишь, как лицо человека, оно начинает светиться. Ну, вы же понимаете, кто-то переживал эти вещи, и ты смотришь, когда человек грешит, его лицо темнеет. Только я это не просто, знаете, пастор, ну все, ты нам лайфхак дал, сейчас мы теперь как лакмусовая бумажка, ага, черная, потемнела под глазами, а что ты смуглый, ааа, грешишь, и мы начинаем всех вычислять, знаете, как в морской бой играем, да боже упаси, ну, друзья, не надо так делать, но мы сейчас говорим искренне о том, что многие из нас, особенно братья, кто сидят на задних рядах, они это часто всегда переживали в своей жизни, и сестры, я это тоже переживал, почему? Потому что я в центр духовного восстановления приехал как уголек такой, знаете, и не понимал, думал, у меня кожа у родителей смуглая там, и почему я такой сильно смуглый человек, а потом, что стало происходить, слово попадает, молитва есть, и Бог помаленечку после покаяния начинает свой отпечаток славы Божьей на меня, образ и подобие, образ и подобие, и ты смотришь, ты просветлел, аминь, почему? Потому что это произошло в жизни Моисея, и иногда это реально духовные вещи, когда человек, он прекращает общаться с Богом, у него теряются отношения с Богом, молитва, у него теряются отношения с Богом через Писание, он начинает темно. Есть знахари, говорят, это у тебя печень заболела, есть другие знахари, это поджелудочная, еще что-то, да это грех, ему просто исповедать надо, отдать, и он просветлеет опять. Но вот эти знахари толкают люди тысячу, две, десять, пятнадцать, тридцать, потратят на врачей, иногда надо к врачам, но первое, нужно призвать пресвитера церкви, чтобы он помолился за тебя. Вы понимаете, не всякий корень болезни имеет вот это медицинские термины под собой. Чаще всего у корня болезни духовное есть основание. И первое, это неисповеданный грех. А Бог желает, чтобы слава Его отображалась в нашей жизни. Хорошо. И четвертое, откройте Иоанна, Евангелие от Иоанна, первая глава, 14 стих. Мы перед причастием помолимся с вами. И здесь написано, это четвертый пункт, завершающий. Здесь написано Евангелие от Иоанна, первая глава, 14 стих. И Слово стало плотью и обитало с нами полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Здесь говорится о нашем Господе, Спасителе Иисусе Христе. Просто я хочу, чтобы мы понимали, это не просто, что в тот момент Слово стало, Слово было всегда. Оно было всегда в Боге. Все. Слово это и есть Бог. Оно было прежде всего, оно было всегда. Просто на землю воплотился Сын Божий, человек. Стал Иисус Христос, стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Он воплотился, Слово воплотилось. Зачем? Чтобы мы с вами увидели полноту славы Божьей. Как Он себя вел в повседневной жизни, как Он молился, как Он относился к Священному Писанию, как Он поступал с людьми, чтобы сегодня через это Слово, опираясь на Него и глядя в Писание, мы могли также стараться отобразить славу Бога Отца. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 22 стих, тут написано «И славу, которую Ты дал Мне, Иисус обращается к любящему Богу Отцу и говорит «Отец, славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едины, как мы едины». Господь дарует нам Свою славу и одно из первых проявлений Его славы в нашей жизни. Первый пункт, чтобы человек Ты и Я, как и сам Иисус, как и Моисей, имел единство с Отцом. Через что? Через соединение в молитве и общении. Второе, чтобы человек, то есть Ты и Я, соединялся с Христом через Его Божье Слово. И третье, чтобы человек Ты и Я был едины друг с другом, являя славу Его в Церкви. И мы видим, что Иисус принял эту славу. Буквально в Евангелии Атана 1 глава 14 стих. И дальше мы видим в 17 главе Он молит и просит Отца, чтобы эту славу передать Своим ученикам. Вы представляете? Дать эту славу. Он говорит здесь, Я дал им, да будут едины, как и мы едины. Славу Бог говорит, Я не отдам никому, мы должны Его прославлять. Но отображение Христа мы имеем право всегда носить на себе. И это не просто имеем, это и должно так быть. В этом мы отображаем Иисуса, в этом мы отображаем Бога, когда мы поступаем по Его Слову, когда мы живем по Писанию, мы отображаем, мы несем эту славу и Иисус нам ее дал. Вы понимаете, как? Когда мы имеем с Ним общение с Богом, с Отцом, любящим Отцом, когда мы живем по Писанию и когда мы что делаем? Когда мы в единстве в церкви. Вот сегодня мы собрались в единстве. Как прославили Господа. Но это же очень мощно. Как один голос я всегда поклоняюсь здесь и пою, я говорю, Господи, я верю, что прямо сейчас, на небесах хор ангелов, эти 24 старца, эти вот эти животные, которые там описаны с шестью крыльями, Серафимы, Херувимы, Херувимы там. И мы здесь, церковь твоя, мы соединяемся вместе в этой хвале, в прославлении и превозносим тебя наш Господь Бог. Вы понимаете? В единстве. Потому что мы как один поем. я хочу помолиться церковь перед принятием причастия. И зачитаю сейчас слово Матфея, 26 глава, 30 стих. Это уже о причастии. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. И взяв чашу, благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, кровь нового завета, за многих изливаемое во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного, до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. И, воспев, пошли на гору Илеонскую. Если были у кого-то из нас нарушены отношения с Богом отцом, или же были нарушены отношения к Слову Божьему, то есть присыщенность пришла, Бог перестал с нами говорить к нашему сердцу. В молитве мы перестали переживать любовь Бога Отца. Может быть, у нас нет единства с церковью. Приходя даже в собрание, человек постоянно чувствует себя одиноким, но не собрание его отторгает, а он отторгает собрание, чувствует себя превознесенным, или враг обманул человека, и он, наоборот, чувствует себя каким-то недостойным. Вот если что-то такое есть в нашей жизни, Господь дает сегодня возможность восстановить все. И он желает восстановить свою славу в Твоей сестра, брат, и в моей жизни. Аминь. Давайте встанем на свои ноги, разносите, пожалуйста, причастие, и мы совершаем молитву. И как написано, они приняли причастие, и что получилось? И они пошли и воспели на гору Елеонскую. Пожалуйста, левиты, выходите сюда, мы сейчас будем принимать причастие, и будем воспевать нашему Господу. Почему? Он жаждет восстановить свою славу в Твоей жизни или еще больше ее приумножить. Дорогой любящий Бог Отец, во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа сегодня мы молимся пред Твоим лицом Божьим. Мы исповедуем, что каждый из нас, он является отображением Твоей славы здесь, на земле. Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты совершил деяние, Господь, и дал нам благодати, деяние на кресте. Ты разрушил грех, Ты разрушил бесславие, Господь, Ты разрушил всякий стыд и срамоту, и Ты дал нам венец славы Божьей. Ты умолил Отца и дал нам этот венец. И сегодня мы живем для того, чтобы прославлять Твое драгоценное святое имя. Мы просим освети, очисти этот хлебец, что есть прообраз тела Твоего ломимого за нас, и этот сок с виноградной лозы, что есть прообраз крови, крови искупления, проливаемой в искупление наших грехов. Мы просим, Господь, во имя Иисуса, через это причастие, через эту Твою Божью тайну, восстанови в нас славу Твою, на нас славу Твою, восстанови отношения с Тобой, отношения к Слову Твоему и единства к Церкви Твоей, во имя Иисуса Христа, аминь, аминь, и аминь. Вы можете ...